Давайте в разных категориях хотят стоять У вас, Коль, очередший примет у тебя есть? Конечно, конечно Ну это ладно, пищит, рация пищит А вы почему? Так, выложите содержимое карманов, пожалуйста Ладно, что вы хотите Чтобы вы выложили содержимое карманов Оба очки А за что выводите? Практически куда забираешься? Куда? Нам бы хотелось, чтобы вы проявили себя хорошо Так же как в принципе и в Дикси И задержали сразу, так сказать Этих вот господ Вот так же человека случайно повязали А они подумали просто, что он с нами Вот, но ошибочка вышла Ну я прошу Вот, ну в смысле Применили насилие Руки заломали Он его делает сейчас Да Нету? А какое право иметь снимать? Это не сейчас Смотрите Так он что не против? Вы же не против, да? 32-й А он что там снимает? Детей обыскать Что там? Какое право он иметь? Да Да Да, вам нужно еще один человек Потому что этого сейчас забирают А вы, надеюсь, будете исполнять свои служебные обязанности В соответствии с законом Поэтому О, на руках там дошло Поэтому к вам проблем, я надеюсь, с вами не возникнет Ничего-ничего Мы снимаем просто отвратительное кино Все проходят без проблем Все проходят без проблем Смотрите, какой подозрительный человек Все нормально, ничего такого Прям, ну, вроде, потворно останавливаются Маски с рюкзаком все нормально А мы все заглянем внутрь, вы учтите Раз вы всем показываете, мы тоже будем смотреть Походите в рот Ну, давайте проверим Вот моя камера А может вы выйдите отсюда? Ломаетесь? Ответите отсюда нахрен, пожалуйста Ладно, не надо вот это вот устраивать А можно не устраивать вот этот вот цирк? Можно попросить оправку? Что это такое? Можно Не надо снимать, не надо, не надо, пожалуйста Не снимайте Да не снимайте Ну, тут надо разрешение директора Спросить, ну чё? Я с вами танцевать не хочу Ну, блядь, накрыли Не трогайте, не трогайте Какого человека? Вот этого человека Вы думаете, справитесь со мной? Полиция рядом с тобой Я вон с тобой всегда с охраной хожу Видели? Вы позитивный человек Она вооруженная у меня охрана, аккуратней Что случилось? Кто? Не, так ничего Вооруженная охрана со мной вместе, так что не препятствуйте А вы что? Вы снимаете без моего ведома Да как-то вы, вы же видите, что снимает, значит с вашего ведома Не знаю Сам хочу выяснить Вы уберите меня Вы ко мне подошли Ну и что? Не против? Проходите мимо Я вас не задерживаю Да Да Хотите, чтобы задержал? А получится? Нет, я не хочу А получится? Я не хочу Получится Если бы я хотел, может было проверить, но я не хочу вас задерживать У меня есть время, но нужно подать время на другие занятия Мой директор, кстати, да, вот вас сейчас может досмотреть, но тоже не захочет его делать У вас какие-то проблемы? Вас защитить ваши права? У меня нет Кто-то нарушает ваши права, да? Сейчас, да А, давайте Все вопросы вот к моему продюсеру Здравствуйте А у вас экрана досмотрел? Как подавили? Постоянно Постоянно А почему вы им показываете сумку? Что? Почему вы им показываете? Показали сумку? Конечно! Да То есть вы не против, да? Ну что? Покажите нам сумочку А кто? Павлик я Павлик я А я Сергей Покажите сумку? Нет А почему охранникам показывает? Потому что ему в результатах правильно Ну все, проблем нет? Проблем нет, значит охранники хорошо к нам какие-то жалобы и заявления нет не будут а ну хорошо вызывайте спасибо за ваш горожанского позицию здесь просто ранник показывает охранником показывает собственно пабликом не показывать девушка тут просто сейчас эти камеру сломаю поэтому я пришел с англ это бери камера то есть слома а то и да вы подходите в кадр опять я смотрю давайте запишем это куда меня проверить полностью вас про и фсб в гору и фсб уже давно крыша за нами ходит кто ходит даже крыша и фсбшная уже ходит за нами по пятам берега но не могу вы сами подходите чтобы я забрал с камерами не надо этого делать не надо этого делать уберите тогда уйдите от меня зачем преследуете я хочу выйти выходите убери камеру выходите выходите вас никто не задерживал а вы снимать и что вы снимаете а вы можете снимать любое пространство а есть такой данный товарищ пособство первым и он стоял здесь мы когда прошли женщина девушка с молодым человек который якобы пина он не показал рюкзак охранник пошел за ним этот товарищ начал освоить охранника и запускать его в зал еще было два человека кто-то покажу вот один соответственно всякие всячески делали движение он прошел в итоге габерра там его остановили попросил его выйти этот товарищ он не выше его взяли за руки и вы но никто его не бил не не пинул ногами поэтому то что у вас записано у меня вот есть видео понимаете нормальное видео поэтому вы при своем мнении оставайтесь и свои блоги раскрутите только не на этом объекте а перед вами павлик я говорю что я извиняться перед данным товарищем не буду потому что его никто не бил его взяли за руку и вы насилие то есть применяли применили до попыток насилен извините охранник находится при исполнении служебных обязанностях сотрудник полиции а вы сами сказали извините показал сопротивление вы сами сказали то что охранник может вызвать полицию только вы поймете если он прорывается на объект он обязан до прибытия полиции его извините вывести с объекта а потом незамедлительно передать читайте статью 12 закон отчасти на охранной деятельности что при посягательстве на охраняемое имущество и при нарушении внутриобъектово пропускного режима охранник имеет право задержать на месте преступления преступления данного как говорится гражданина и незамедлительно передать органам политично держава мы извините и могли сделать задержал задержать задержаво вы и отпустили вывели и отпустили отоскваши украдёт да да не просто вывезут они его задерживаются выйдет в данном случае что он, извините, нарушал только внутриобъектовый режим, понимаете, и пропускной. А если бы он похитил имущество, его бы никуда не выпустили. Его привели в класс, и там выдержали до прибытия полиции, где был составлен акт и все остальное. После этого бы, извините, товарищи сотрудники Росгвардии забрали его и совершили все специальные действия, которые необходимы по отношению к данному задержанному. Вот и все. Вы хотели видео показать? Видео? Я покажу сотрудникам полиции. А перед вами, извиняться, перед вами я не буду. За своих сотрудников. Потому что они вас не финальят. Вот и все. Что касается видео, Павлик, я покажу только сотрудникам полиции. Ну, показывайте вот он. Я, извините, покажу вне вашей, как говорится, досекания. Раз на раз вы видите? Нет, я просто, наоборот, сейчас мы пройдем в комнату, я покажу, где это необходимо. А вы уверены, что он захочет с вами иметь? Вы сейчас в данном случае просто заграждаете проход и мешаете работать, точнее, охранником и проходить сотрудникам посетителям. Извините, отдыхать не мешает, поэтому давайте отойдем от входа. А вы не мешаете отдыхать, да, вашим охранникам? Я, получается, благодаря вам, понимаете? Благодаря, да, все. Спасибо за благодарность. Спасибо за благодарность. Нам нужно нажать кнопочку, чтобы снимать. Не, просто, чтобы вам удобнее было. У меня вопрос, в принципе, вот к этому человеку, он пока свободен. Вы же меня помните, я надеюсь. Вы не хотите передо мной лично извиниться за противоправные действия в прошлый раз? Не хотите? Смотрите, я к вам пришел, не надо даже ко мне было идти. Молодой человек. Вы поймите, сейчас не просто-напросто арендаторы напишут жалобу на вас. То, что вы мешаете, извините, посетителям и покупателям, извините, приобретать продукцию. Поэтому, если вы хотите что-то сделать, давайте выйдем на улицу и побеседуем нормально, чтобы мы никому не мешали. И разъясним, поставим точки над «и». Вы же не успокоились, я так понял. Смотрите. Вы не успокоились, Павлович? Что? Я успокоился. Я успокоился, если вы заметили. Я не утворил вашим, как прикусил. На ваши вопросы я ответил. Смотрите. Вы, во-первых, защищаете, понятное дело, своих сотрудников. Это мои сотрудники, я вам верю. Ну, верите. Я обязан защищать, потому что, извините, я их набираю, я их знаю больше, чем вас. Я вас второй раз вижу, и то первый раз по интернету. Сейчас второй воочию. И убедился, честно, в одном. Вам известно об ответственности за превышение должных полно haiщ amigos и примением насилия? Статья 203, да. Какая санкция предусмотрена? По части второй. Там, извините, даже уголовная ответственность в этой статье в уголовном кодексе. Извините, статья из уголовного кодекса, правильно. По части второй предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Я знаю прекрасно. Это, извините, что было причиной телесных повреждений или, соответственно, что-то другое было? Не. Применение насилия. Насилия? Какое насилие? Какое насилие? вот это насилие такое насилие вот до что если он почувствовал физическую боль это засели да что говорить да товарищ которого день почувствовал истин год да не так пускай пожалуйста пишет заявление опускай пишет сейчас ваши сотрудники будут задержаны сотрудники будет задержан вопросов тем а еще у нас есть извините видео есть еще извините у нас два человека юриста который это все извините оскорит в суде вот и точно оскориться потому что вы сотрудник охраны когда не подчиняются ему как сотрудник полиции не право что оформить по 19.3 извините или он может просто как бы за щеку взять и в данном случае просто вывел торговый центр на что он имеет право торговый центр это общественное место скажите это не общественное место массового пребывания людей если правильно говорить и выражайтесь правильно законам и естественное место и и как лица юнию с предельцами смотрите место масса нет в котором посещение не ограничено определенным кругом лист правильно любой ограничено в данном случае вам объяснил что здесь на этом объекте установлен внутри объекту и пропускной режим заказчика который не противоречит извините законодательства пропускной режима слова пропуск пропуска есть что касается пропускного режима то вот видите вот имеется рамки если рамка сработал соответственно это уже основание понимает получше есть право которое он говорил до этого на стороне чего а сейчас есть основание что попросить данного товарища вступить гражданское правовые отношения с данным посетителем если если он хочет отказаться не ступать тогда он просто должен покидать охраняемый территорию почему должен где извините это проведем законодательства понимают где законодательства ну где в каком законодательстве павлик я уже до этого он перечислял статьи дважды когда там если вы не понимаете если это не понимаете если вы понимаете вы не что-то употребляет поверьте видите в законах там стоит того чего не вы можете просто полезть не в закон а комментарий к этому закону там все про в комментариях тогда в комментариях и права они и пропали нет они для этого и писать комедии я зрите не на это вы перечасла охрана а люди неправильно к полиции понимает который не нарушает ваши гражданские если вы не нарушаете если вы нажать законодательство строги полиции к вам в комментариях плохо относится получше повлип правитель данный товарищ показал бы что свою сумку и предмета, которые сработ... Вопрос вам не возьмут τά все. Ладно, вы видео полицейского показать. Я покажу полицейского. Без вопросов. Я покажу без вас. Вам ее показать не обязан. Я вам не ебничаю. У вас видео есть одно, а у меня есть видео реальное. Вы не покажете. Вы, а вот товарищи, которые стоят, York generations пинали якобы, извините, просто лгут. Зачем им лгать? В apart kil Achishívko к ним. никаких там извините ногами побоев не было применено смотрите у меня есть основания не доверять охранникам потому что они постоянно врут и вообще не очень мы с вами обговорили а граждан мы с вами все у меня нет основания говорили все я на ваши вопросы все ответить я не знаю зачем мне все это объяснять этому будьте добры пока если вы решили отдыхать отдыхайте мы сейчас если вы едим как запишет заявление а дальше идти взрывом как ваш сотрудников задержали если не хотите не хотите вы это не зафиксирует почему а вот очень просто почему потому я вам не дам просто зафиксировать не давали вы не мне тут и не до�лж или они по-с Milton полиции они если почитает нужным они заберут без вопросов ну и чем читать без вопросов а вам это показывает никто не буду так они будешь забирать da не будет понимаете поцик глубоко заблуждаетесь о своей деньги извините вы скоро потеряю я вам честно говоря он не угрожающих Я никогда в жизни, я ни одному человеку за свои 56 лет никому не угрожал. Мои деньги хотите забрать? Я говорю, не угрожал, понимаете? Поэтому вы неправильно трактуете мои слова. Зачем вы меня так скажете? Я всегда предупреждаю, поэтому я вас хочу предупредить, что эти деньги все равно, рано или поздно, они вам принесут только вред. Поверьте. Они у меня хоть останутся? Поверьте. Надо деньги зарабатывать у вас при вас. Деньги надо зарабатывать законным путем, а не вот этим, понимаете? Ой, я всегда незаконно преступно добытым. Честно говоря, я случайно посмотрел блог, потому что касался этого объекта. И смотрю только когда вы провоцируете охранников и снимаете эти блоги, чтобы заработать себе, извините. Нет. То есть черный пиар, так называемый. Не делай, а черный пиар. Ваши юные сотрудники ведутся на эти провокации, по вашим словам. Почему? Потому что многие, извините, просто-напросто глупые, не глупые, а просто вы выводите их в такое состояние завод. То есть они глупые? Они не глупые. Это по вашему слову не глупая. Вы тут тряпку красную вот так машешь, он идет на эту красную тряпку. Вы тут тряпку красную вот так машешь, он супой, он идет на эту красную тряпку. Вы меня уже, честно говоря, вы выводите. Потому что я уже потратил столько времени. Выходите меня ударить? Рабочую. Да я никогда вас не ударю, пока вы меня не ударите. Понимаете? Поэтому я не в том состоянии. И честно говоря, я довольно длительное время служил в вооруженных силах, я работал в налоговой полиции, поэтому я обучен. Как это делать? Ну а охранники некоторые, может быть, извините, просто-напросто, просто эмоционально повелись на ваши провокации. То есть они правы? Что они не должны делать. Не должны? Вот. Пришли к этому. Но вы сами спровоцировали. Поэтому давайте, Павел, мы закончили… То есть виноваты все-таки охранники, которые ведутся на провокации. Нет, которые ведутся. В данном случае охранники, которые ведутся, согласен. Они не должны везти. Потому что они должны быть профессионалами. Они должны просто объяснить, профессионали, и сделать то, что им доно полномочий, согласно, должных обязанностей и законодательств. Но, как говорится, не превышать свои полномочия. Согласить двести третий. Хорошо. Вот и все. Поэтому мы закончили, я убительно прошу, будьте добры, отдыхайте и создавайте здесь, извините, вы мешаете, я сейчас просто возьму попрошу данных арендаторов написать на ваша заявление, что вы мешаете, извините, посетителям пройти в этот магазин, извините, сюда, я сюда попрошу сейчас, и поэтому у вас будет неприятно, если вы хотите... А то есть вы хотите надавить на заявителей, чтобы они... Я не надавить, я просто скажу, скажу, они вам мешают, они сейчас, я скажу, да, мешают, пишите им заявление, и сейчас я напишу ответ на заявление. А если на вас еще 20 заявлений поступить, чтобы вы нам мешаете, что будет? Давайте так. Я просто вам говорю, что я могу сделать. Сыграем? Опять же, я вас не могу. Я вам тоже говорю, что я могу сделать. Сыграем? Поэтому давайте закончим, Павел, закончим на этом наше мероприятие. Приятно было вас увидеть воочию. Приятно было увидеть вас. Я надеюсь. Поэтому давайте закончим. И ваши товарищи пускай пишут без вопросов. А что касается дальше-треника полиции, то не лезьте в их компетенцию. Они сделают то, что считают нужным. Если это положено, они сделают. А контролируют вы кто? Контролирующий орган? Павлик, конечно. Павлик, вы не берите на себя очень много полномочий, которые вам не даны. В данном случае. Каким закон? Номер 3 полиции, статья 50. Сошлитесь вы. Статья 50 федерального закона о полиции. Какое отношение вы имеете к полиции? Я контролирующий орган, я гражданин. Вы, я вас извините, контролирующий орган, почитайте закон о полиции. Кто у нас контролирует? Я 50. Заторгутал полиции. Прокуратура, понимаете? Поэтому вы не являетесь сотрудником полиции, а граждане, извините, извините, граждане. Вы не имеете права контролировать работу сотрудников. Но закон же есть. Вы не имеете права контролировать. В законе написано по-другому. Да. Вопрос еще у вас есть в корне. Просто, честно говоря, я... Все, я понимаю, что вы неграмотные. Я, ну, мы у нас самое главное, у нас грамотные. Не-не-не. Будете извиняться, если вы не правы? Павел, я не буду извиняться, потому что я говорю, сотрудники полиции сделают то, что они считают нужным. Да, я... А контролировать вы их не будете, понимаете? Будем. Так, можно мне поговорить с охранниками, какого... Пойдемте. 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 Так, а вы туда не пойдете? Да, туда. Да, туда. Причем тут служебное помещение? Это уже нарушение, извините, всех норм и требований. Ну, привлеките, напишите заявление, привлечете нас к ответственности и все. Так здесь, можно... Доразь капитан, разрешите, я вот с этим товарищем не пойду. Там служебное помещение, там, извините, где им находятся... Вы отказываетесь выполнять законные требования сотрудников полиции? Вы чего? Вы двигаются автомобили, там запрещено передвижение людей. Вы двигаете требования законных людей? Вообще, они не имеют права находиться. Поэтому я не имею. Они могут подойти, мне опознают... Я могу их тогда сказать, я смотри, сейчас вызовусь, вызовусь. Вот так проще, да? Сейчас на татаме их вызовут. Когда это душило? А, мы же вам говорим, в интернет зайдите, посмотрите. Оке, наберите океане, прям первого списка. А почему тогда полицию заявление написать, что у вас души? Все написано, не меня душили. Еще раз, два, два, два. Душили, душили. Все, что вы провокаторы, самая аккуратная. А в том, что вы, извините, во-первых, нарушаете общественный порядок. Я искусственный. Вы мешаете людям отдыхать. Люди пришли отдыхать. А вы мешаете вот этой своей съемкой, куда я с этой группой. Почему они пришли вдвоем, втроем, оттолкуются? Да потому что... Почему вы мешаете работать охранникой? Почему вы запустили малого человека с девушкой, который даже прошел через рамки? Почему запустили, провели. Есть люди, которые произошли с конкурсом, ухаживаются. Вот как раз это было, молодые люди, которые... Спасибо, молодой человек. Вот этот, молодой человек, меня в кастрюлю, там, депутся у меня. Он меня пьет. Зачем вы так себя ведете? Заваться, он, начальник, сказал, что вы не будете... Молодой человек, будьте добры, задавайте вопросы своему другу, товарищу. А охранник на ваши вопросы отвечать не будет. Вот, мой друг. Я говорю, молодой человек, никто на ваши вопросы отвечать не будет. У меня вопрос к охране. Отвечать будет сотрудникам полиции, потому что вы никто для него... Не мешайтесь, не мешайтесь, никто не мешаетесь. Вы для него никто, я еще раз говорю, не мешаетесь. Вы не являетесь ни работодателем, понимаете, ни сотрудником разгварки. Поэтому будьте добры, беседуйте с своим другом и товарищем. С чего вы взяли? И не мешайте проблем. Я хотел всего лишь проверить у вот этого человека, который, еще раз повторюсь, В комментариях называют Лопоухим, я не поддерживаю это. У него прекрасная семья, у него сестренка. Я хотел просто ваше удостоверение посмотреть. В прошлом году не удалось. Удостоверение предъявите частного охранника. Саня, 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 ну ты совершил только что административное правонарушение. Ну мы же твои друзья, Саня. Саня. Ну что ты делаешь? Поэтому уважаемый. А удостоверение мы хотим посмотреть. Вы ничего больше не сделали. А удостоверение хотите посмотреть? А, охранник? Да, конечно. Пожалуйста, это ваше право. Денис Юрьевич не предъявляет. Денис Юрьевич не предъявляет. Не, не, вот это. Вам показать мою удостоверение? Нет. Не могу показать, пожалуйста. Давайте, ваше посмотрим. А вы частный охранник? Я частный охранник. Да, можно вы? Частный охранник. Прочти. На. Извините, я представил. Я представил. Заместитель директор. Кадамак Олег Петрович. Что вы еще кстати? Не смог проверить, чтобы глушили, пили, пенали. А в прошлый раз вы не были тут заместительным начальником? Я не начальник, я заместитель директора. А здесь есть начальник отрана. Нет, я не могу так задрать. Ну вот, если они уже показывают суверение, значит, пусть что-то вы улучшили. Ну, они обязаны. Ну, конечно, да. В СОССР 12.1, пункт 5, показывают правоохранительным органам и любому гражданину. Они прекрасно это знают. Вам в прошлый раз тоже показывали? Нет. Все. Я смотрел как раз в этом книге, там все показывали. Да, все хорошо. Там показывали. Там вопросов нет. Здесь показали тоже. Ну, еще нет. Нет, она с левой стороны. Для кого учатся? Ага, просрочено. Давайте так. Просрочено. Молодой человек. Молодой человек. Просрочено. Это удостоверение не продлено. Возьмите. Ну, Александр, ну как так? Вы поймите, что здесь, если вы нормально разбирались, и хотите даже дальше собирать блоги про охранников, то в этом удостоверении периодическая проверка не проставляется. А проставляется что? Извините, подождите, дай что-то проставляете. Хотите объяснить. Хотите объяснить. До 21 года она. Да, до 21 года. Там слева. Серьезно, если оно, извините, было до 18 года, вот здесь вот ставится, да, печать. В данном случае она действительно до 21 года. Зачем? Вот и все. На 5 лет. Правильно. Поэтому зачем ему, извините, ставить здесь печать? Еще раз. Не нужна, не нужна. До 21 года. Давайте, если вы не знаете, спросите у Павла. Он более отсведомлен. А он просто слепой. Он без очков ходит. Ну, я тоже без очков, но извините, бабу посмотрю. Еще. Надеюсь, вы вопрос на с вами разойдете на доброй ноте. Я говорю, приятно было познакомиться. Спасибо. Все, отдыхайте. Не мешайте отдыхать, посетители. Давайте так, вы поймите, если вы, если вы еще раз, я еще раз объясняю вам, если вы хотите вступить с моими охранниками, не с моими охранниками, а с моими работниками организации, вот, в гражданское правоотношение вступайте, не хотите, не приходите на объект, не приходите на объект. Что же такое за реклама? Не приходите на объект. Зачем они трогают мужчин? Вы же в прошлый раз говорили, хорошо, они у меня не гомосексуалисты. И я тоже люблю только женщин, понимаете? И 26 лет в раке, понимаете? Выучили, молодцы. Нет, не выучили, понимаете? Потому что я это, извините, я. И сотрудники охраны, которых я каждое утро инструктирую вот эти здесь и там, они знают свои обязанности. Натуралы, да? Натуралы, да. Поэтому давайте не будем... А вы плохо относитесь к гомосексуалистам? Нет. Это их право, понимаете? Но! Но! Манифестации, я против манифестации, извините, она как раз не хочет, и все. Нет, пропаганда, да, пропаганда не надо. А так, это его право. Это он человек, он гомосексуал, понимаете? Это его право. Поэтому, уважаемые люди, все. Не приходите в кей-то. Извиняться не буду, потому что вас никто не пинался. У меня есть видео. Есть. Вот здесь от хода до выхода вас... А может, все-таки покажет нам? Если вы на то пошли. Ну правда. Это, извините, видео для служебного пользования. Если вы хотите, а вы не можете хотеть, потому что вы не про хранительные органы. Вот сотрудники полиции сейчас будут проводить служебное расследование. И они, извините, возьмут, что сделают? Просто делают запрос, и мы им представим видеоархив данного саду. Олег Петрович, смотрите, дело в том, что вы, как вы понимаете, это видео видит много людей, правильно? Я понимаю, пожалуйста. Чтобы ваши слова не были голословными, правильно? Ну, я бы на вашем месте показал видео. Ну вот, нам такое... Давайте так. Чтобы объективное было расследование. Вы поймите, вы поймите, вы делаете себе деньги и себе имидж. Не, не, не. Я, извините, вообще не фотохигенщик, если бы не вы, извините, я бы никогда туда не попал, и я не хочу туда попадать, понимаете? Вот поэтому, если хотите сделать доброе для меня, как, извините, уже, как говорится, извините, как уже человек, который в возрасте, который годится вам молодцы, то просто не показывайте меня, вот и все. Ну как, вы же столько камер залезли? А, ну хотите, да хотите, ну хорошо, ладно, показывайте, показывайте, без вопросов. Дело в том, что вы могли как-то оправдаться, если вы покажете видео, где реально там человек отказался, хотя бы одно слово. Я и мои работники, которые работают, как говорится, в нашей организации, частная охрана организации «Фараон», не виновны в том, что, соответственно, данный товарищ говорит, что, извините, я бы извинился. Я человек такой, я говорю, человек слова, я не человек, не хозяин слова, как у нас есть две категории. Хозяин слова взял и забрал. Я готов был измениться перед ним. Вот и все. В данном случае, его ногами на момент входа и прохода с тем посетителем, который не показал рюкзак, а он стоял с вами, потом его провел, и девушку, то есть мешал всячески охраннику все-таки произвести действия, которые он должен был произвести. То есть его за то, что он мешал охранник, да? Да, потому что данный товарищ прошел без осмотра, и он помог. Вот товарищ помогал, и вот товарищ. Вот они вдвоем отделились от группы, отделились от группы, и, соответственно, все сделали, чтобы охранник не подошел. ГОС, раз, и два. А у него охранник, соответственно, когда он начал, как рецепт, убегать, они среагировали его, но его никто ногами там не бил. А я не помню силы, я не понял. Я говорю, раз, никто не бил. А зачем насилие-то применяли? Значит, давайте так, вы поймите, они при исполнении служебных обязанностей, и не обязаны не допускать на объект людей тех, которые, извините, нарушают. Подождите, а как по-другому, как по-другому? Он по-часа ходил, а потом, извините, он помог провести того молодого человека, который, извините, просто не показал на рамках свой рюкзак. Скажите, как я прошел, скажите вы. Я вас не веду, я вас не веду, поэтому я не могу. Вот посмотрите, как я прошел, как я прошел, вот с таким огромным рюкзаком. Я посмотрю, и люди, которые там стояли, и не осмотрели, значит, тогда рамка не сработала. Если рамка сработала, вы поймите, вы поймите, что рюкзак это еще не основание, а основанием является рамка, которая срабатывает на предметы, которые, извините, у вас находится в том же вашем рюкзаке. А его одосматривают? Поверните. Поэтому, значит, давайте таким образом. Я еще раз просмотрю это видео и, извините, посмотрю, как осматривали, не осматривали, досматривали, нет. Потому что то, что сейчас вы говорите, вы говорите одно. Понимаете? Я говорю друг друга. У нас, у вас в своем мнении, у меня в своем мнении. Но у меня мнение, извините, оно, у меня, соответственно, мнение основано на том, что у меня большая практика и мне уже больше. Понимаете? Поэтому, все. А, крючку порвали. Все. Спасибо. Причинен ущерб вашим действиям? Ну, он же должен был указать заявление. Сейчас укажем. Вот в этом жескай укажет. Сотрудники полиции еще здесь. Вот и все. Слушайте, а все-таки мне непонятна позиция, почему охранники не хотят, вот показывают карманы? Вы поймите, я вам еще раз объяснял, что мы ваши карманы, посетители, не проверяем. Нет, ну не карманы. Вы поймите, есть такое понятие, осмотр, то, что производят охранники, по просьбе. Так мы тоже просим. И второе, есть досмотр. Вот когда при досмотре, то проверяет все, все ваши карманы и не карманы. Но мы досмотры не имеем права проводить, а вы тем более. Это имеет право проводить про охранительные органы. Попросите, можем. Ну, подождите, а почему я должен, извините, на вашу просьбу отвечать? Не должны, не должны. нет но просто нам непонятно ваша позиция вы хотите чтобы с пониманием относились к вашей просьбе пройти осмотр правильно вы поймете это просьба я вам объяснил начале нашей беседы что-то просьба обоснованно законодательство обоснованного ваша просьба знаете сколько терактов происходит от чего взяли что человек форме охраны не может быть террористом давайте так я не сейчас сказали что охранник может форме быть террористом может же можно без проблем без проблем в любой форме и со форме полиции относитесь с пониманием граждан которые хотят убедиться хотя бы данных лиц исключим из этого круга вот подозреваемых проверим сейчас их близко выложишь все свои предметы мы проверим и убедимся что нашей жизни ничего не угрожает давайте так вы проверять будет давайте другом почему проверяйте своего товарища я ему доверяю товарища со служится или там друга сослужили проверяйте все я ему доверяю я вам не дал вот такую возможность здесь проверять то что это является не проверка не осмотра под осмотр а вы не имеете права не делать не то и не это почему-то про осмотр выжили не выдернил я уже вам весны да это согласен не будет поэтому смысл вы почему-то не хотели с пониманием относиться граждан которые хотят убедиться своей безопасности я хочу я хочу и отношусь пониманию граждан те которые вступают гражданские права и отношения которые не знают законодательство которое извините не препятствует не препятствует и спокойненько уже находится в торговом центре и отдыхают а вы в данном случае собрали товарищи которые у вас блогера но возле меня возле охранника как елки и тем самым понимаете вы сделали то что вы собрали то есть мешали проходит собрали все посетители которые у нас любят послушать посмотреть вот поэтому собрали они пришли отдыхать и с вас не было не вот так ожидать именно экfallen и находимся интернет если бы вас не было либо ли помимо от парняnement что мы будем мы будем потому что мы никак не деньги не ладно при чем в европе לעode но давайте не берем как живем за нашу россиям уже помогая про границе продать граждане россии бодать но подарил зачем брать мужчиной получите америку возьмем давайте то поэтому зачем вратим мы призываем наựко неком дstop не ввиде вы поймите что здесь это все требования, которые извините о нашем законодательстве. Есть постановление 272. Категория этого объекта обязана иметь и охрану, и металлодетекторы, извините, и все остальное. Согласно этому постановлению. Почитайте его, пожалуйста. Здесь имеется паспорт безопасности данного объекта. Потому что это да, категория объекта номер один. Почитайте. И здесь должна быть охрана. Поэтому мы здесь и находимся. Дальше. Молодцы. Дальше. Для чего? Создали закон. Подписали закон. Создали эту структуру, как говорится, охраны. Для чего? Для того, чтобы она необходима. Потому что сотрудника полиции не хватает сотрудников полиции. Понимаете? И вот сюда, вот этот объект. Да. Поставили беспредельщиков. Государство. Не беспредельщиков. Причем государство. Не беспредельщиков. Причем государство. От тех людей, которые профессионально выполняют свои обязанности. Сколько террористов поймали? Сколько? Значит, мы террористы. Хоть запрещенных, ладно. Запрещенных предметов сколько выявили? Мы выявили очень приличное количество. Я вам говорить статистику не буду. Ведем статистику. По задержанию, по холодному оружию. По оружию, которое, соответственно, у нас служебное, гражданское. У нас нет статистики. Но она вам показывается... А вы выявляете или как-то задерживаете? Мы, извините, выявляем. А товарищи, которые переобразывают, не имеют права снахотить. Вы просто просим их покинуть. А то есть люди с оружием сюда не могут зайти, что ли? Не имеют. Почему? А подсчитайте закон. Сатью 24 закона 150 об оружии. И что там написано? Там прописано, что там, где места есть, где разбивают его на четвертый этаж, извините, что рестораны и все остальное. Они не имеют права снахотить своим личным оружием и в местах массового пребывания людей. Вот и все. Почитайте. Сатью 24 закона об оружии. Вот и все. Я думаю, так на месте. Я лично имею личное гражданское оружие. Сколько у вас что? Вот сюда. Сколько у вас что? У меня одного хватает. А у меня пять. Ну, а каких? И там нет такого. Три гладких, два травмата. Ограниченного. Потому что у нас травматов нет. Нет, ну оружие, ресторанное оружие ограниченного пребывания. В законе прописано оружие ограниченного пребывания под патрон травматического действия. Поэтому больше двух единиц запрещено. Раньше было разрешено больше. Да, потому что они газовыми считаются. Поэтому в данном случае. У меня есть тоже. Но я в общественные места не хожу. А как? Со служебным оружием. Со служебным оружием люди проходят. Ну, мы фиксируем, что товарищ сотрудник охраны прошел со служебным оружием, который имеет разрешение. А полицейские фиксировали? Значит, мы, да, так же интересуемся, есть или нет. По служебным, да, вопросов нет, он проходит. А если не по служебным, по личному, то, соответственно, мы просим его, соответственно, что сделать? Выкинуть? Нет, просто пройти в другой магазин. Вот и все. Интересно. Ну, это интересно. Надо как-нибудь, да. А вот если Рамзан Кадыров с наградным автоматом пройдет? Я с ним лично знаком. И как он? А очень просто. Нормальный, хороший человек. Ну, то есть он с автоматом не пройдет? Нет. А с пистолетом? Его охрана пройдет. А охрана все-таки пройдет? А охрана ходит с пистолетом, то есть с автоматами, понимаете? А он ходит без оружия. Поэтому, поверьте мне, он приезжал на КВН, а я как раз осуществлял охрану данного КВН. Если знаете, такой у нас есть высшая лига, а есть первая лига, которая ведет младший басляков. Знаете, видели? Ну, конечно. Я как раз был, когда Чеченская республика выступала в КВН в первой лиге, а он приезжал смотреть. И вот его охрана входит с автоматами. И это все законно. Записали всех? Это все законно. Переписали всех? Сотрудники полиции стояли. Мы на КВН не стояли. Мы в зале стояли. Мы в зале стояли. Просто видели, да, издалека. Я и Путина видел по телевизору. Нет, я не издалека. Я с Путиным за руку здоровался. За руку? Да, на КВН. И он с вами здоровался, да? Да, со мной и с охранниками. Мы простояли на его входе, понимаете? Мы просто стояли как раз. Он сходил, спускался. И он очень культурный человек. Очень культурный человек, понимаете? И вы прямо за руку с ним здоровались? Да. Он первый притянул. То есть вы неприкасаемый? Нет, я прикасаемый. Причем здесь я после таких... Я просто тебя исключаю. Я вот теперь вас боюсь. Я вот теперь вас боюсь. И после ваших угроз, что у меня больше денег, вы мне заберете, я теперь боюсь. Вы хотите отдыхать? Я уже отдыхаю два часа. Спасибо. Вы отдыхаете. Я два часа уже. Они мне ходили по работе. Нет, я вас вообще не трогаю. Я вас покинул. Конечно, хоть навсегда. До свидания. До свидания. До свидания. Ну как бы после того, как человек ручкался с Путиным, ну о чем вообще тут может идти диалог? Все стало на своих местах. Вопросов нет. Понятно, кто ему этому научил, да? Конечно. Конечно. Разделяй, унижай. Властвуй, оправдывай насилие. Все нормально. И все это о ком? Здесь проход запрещен, ребята. Здесь въездная группа. Здесь въездная группа. Здесь стоит знак у нас, указатель. Понимаете, что... А какой знак где? Вот. Поднить можно? Да, да, да. Вот знак о том, что проход запрещен. Вот, посмотрите. Вон там? Да, вот. Так это туда. Здесь нельзя, здесь машины выезжают. Пройдите, знак-то вон она стоит, вдалеке. Пройдите, пожалуйста, здесь машина. Здесь проезжая часть. Знак там где-то. Я говорю, пройдите, пожалуйста, сюда на проезжей части стоите. Вас собьют, не дай бог. Пройдите, пройдите. Не надо туда. Мне туда надо. Ребята, посетителям нужно проехать. Да, пускай проезжает, конечно. Пускай. Я же туда хочу пройти. Вы можете вот там постоять, подождать, конечно. Нам просто нужно... Да, я там уже был. Для кого? Конечно. Для посетителей. Вы же посетитель. И что? С вашей точки зрения мы нарушались. Не вижу здесь, не бери, ничего. Если вас собьют, мы же будем отвечать. Да не надо отвечать за это. Вы не будете ни за что отвечать. Это вам так скажет. Подпишем давайте с вами договор. Вам так скажет. Что вы не будете вообще ни за что, вообще ни за что ответить. Проход сюда запрещен. Уважаемый товарищ, Павлик где? Хочу с Павликом не ссорить. Павлик. Отойдите, пойдемте. Вы поймите, что вы здесь находите с незаконным. Где? На парковке или там? Есть автолюбители. На парковке здесь тоже. Потому что здесь только те, кто приехал и вышел. Понимаете, с машины. А вот таким количеством людей сюда вам нельзя заходить. А тем более туда у нас проход запрещен. И вход запрещен. А вы как туда ходили? У меня там служебное помещение, понимаете. Поэтому я имею право туда проходить. Классно. Вот и все. Потому что нам там... Полицейских там вы удерживаете? Мы не удерживаем. Мы не удерживаем. Слава Богу. Поэтому извините. Кого вы хотите увидеть? Полицейских. Приезжайте в участок. Извините, туда. И там вы их увидите. Мы бы хотели... Они тут выходить будут? Вы не знаете, тут единственные... Нет, здесь выход. Здесь нет выхода. Выхода нет? Здесь нет выхода. Вы довольте меня до суммы. Здесь есть въезд и выезд. И все. Поэтому будьте добры, пожалуйста. Поднимитесь. Нет, они тут выйдут, полицейские. Мы их подождем тут. Если вы хотите, мы не будем туда ходить. Давайте так. Тогда пойдите, пожалуйста. Вот куда. Доброжелательно. Даже как непривычно. Ты смотри, сейчас испугаешь человека. Нет, ну, меня трудно испугать, понимаете. Не трудно испугать. Если охранник в этом виноват, я их наказываю. Вот, смотри. Я говорю, если я посмотрю, не увижу, что да, такое было, то они меморамы прошли. С рюкзаком, с телефоном. Если меморамы прошли, они будут наказывать. Те, кто стоял как раз на это время. Теперь мы знаем, как наказывать ваших охранников. Мы будем проходить меморамы. Тогда смысл тогда удивляться нашим действиям. Вы не имеете права пройти, и охранник обязанность сделать так, чтобы, соответственно, меморамы проходили только на выход. Вы сказали, что я беспредельщий провокатор, так что как-нибудь справлюсь с этим заданием. Это маленький кран. А у меня там, извините, у меня монитор. Я посмотрю, потому что я сейчас просматривал данного товарища и того, который сейчас заявление писал на мониторе. Там прекрасно все видно. Действия этого товарища, этого товарища. Вот этих товарищей, которых якобы пинали. А их не пинали, потому что охранник, когда живут, они отстранили от него. Он подходит их. А он раз. И повел дальше. Понимаете? То есть тут была нормальная, извините, провокация. А, ну, хоть оценили хорошо. Провоцировали, провоцировали. Поэтому, Николай. Я могу этих материалов наснимать очень много. И потом... Будьте добры, если такое будет. Если такое подлечит, будет такое. Именно тогда к вашей работе, потому что... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Кого-то лезвости не искайте. Будьте добры, если вы поснимаете, ко мне обратитесь. Вот. Я фамилию мою, знаете? Нет. Олег Петрович. Олег Петрович. Гайдамак. Олег Петрович. Заместитель директора. Поэтому, пожалуйста, вопрос такие будут. Я разберусь. И товарищи будут наказаны, которые стоят. Потому что они для того и стоят. Они выполняют свой функционал только для того, чтобы, соответственно, сюда не прошли с теми предметами, которые не получат. А я, извините, слово свое держу, потому что я офицер в запасах, понимаете? Да. А честь меня учили с молодым человеком завоевывать. Мы тогда учили хорошо. И честь офицера это было святое. Дай бог, что ты... Единственное, надеюсь, вы не майор. Я? А какая разница? Кто я? Ну, зачем ты? Ну, я... Я, извините, в запасе. Поэтому... Нет, просто недавно майор видел тоже, вроде как офицер, возможно, а ввел себя. Ужасно. Здравствуйте. Иван, вы тут проводите осмотры граждан? Когда пищите грамка. Когда зашли, у вас провели же осмотры. Ну, понятно, что провели. Нет, мы в принципе спрашиваем. Как с пониманием ли граждане относятся к просьбе пройти осмотр? Или нет? Поддарей-ка. Ну, с пониманием ли граждане относятся к просьбам пройти досмотр? Нравится им? Сами показывают? Или, там, приходится их заставлять как-то? Сами показывают. Сами, да? Да. Ну, конечно, сами. Ну, да, к сожалению. Просто просят и говорят. Так, а хотели бы, чтобы... Ну, а много случаев вообще, когда, там, какие-то конфликты на этой почве возникали? Ни разу не встречались. Ни разу? Плохо. У нас, правда, другая информация. Друзья, не кидаетесь? Ну, что, на собаку похоже. А вот вы сами... Правильно. Вот человек ответил, а что на собаку похоже. А вот вы сами могли бы пройти осмотр? Проходите. Не мешайте работу. Давайте мы вас проверим чуть-чуть. Не надо. Не, ну, если просто у вас есть что-то там металлическое, нету? Ну, не знаю, что у вас есть. А у вас что, у вас что, пистолеты? Автоматы? Давайте проверим вас. Не, ну, правда. Позитивная охрана. Не, ну, правда. Может, вы пример покажете людям, что не надо, что надо с пониманием относиться. Не хотите? Ну, у вас, скорее всего, просто ничего нет. Металлическую, правильно? Все, проходите, идите. Ну, ладно. Не хотят. Не хотят, охранники, показывая пример людям, не хотят с пониманием относиться к безопасности, да, при этом сами как бы шмонают людей. Мне эта позиция лично непонятна, вот честно скажу. Или мы в торговый центр Океания, здесь, к нам опять отнеслись грубо. В некотором даже порвали кубку, да? Да, да, да. Вот. Плохая охрана, ЧОП-фараон, какой-то человек-заместитель директора этого ЧОП вообще там, не знаю, какую-то ересь нес, на мой взгляд, да? Олег Петрович, да. Ну, хоть и адекватный был матом, хотя бы не ругался. Ну, что верно, да? Он прикрывал своих сов как мог. Да. Если они кого-то там бьют, значит, по делу. Значит, человек заслужил, я так это понял. На самом деле, даже после того, как он посмотрел камеры, он все равно не согласился с тем, что они были неправы. Камеры посмотрел, но не увидел. Ты меня снял? Короче, пишите свои комментарии, много комментариев, оставляйте свои отзывы о данном месте, да? На гугле, яндексе и прочих поисковиках. Вы, кстати, уже можете увидеть там комментарии интересные. Кто не знает, зайдите, почитайте. Там уже комментарии с прошлого года висят. И под видео тоже оставляйте много-много комментариев, распространяйте это видео, поставьте этому видео лайк обязательно. Раскидайте его по соцсетям своим друзьям и знакомым, чтобы они знали, куда заходить не стоит и опасно для здоровья и жизни. Ну и подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик на канал «Лы», нажимайте колокольчики, подписывайтесь на наши инстаграмы, телеграм-канал «Лы». Я тоже, что-то есть. Есть, да? Да, есть. Только никто о нем не знает. А я знаю. Пять человек. Вот, на телеграм-канал «Лы». Ну и все, ссылки все будут в описании. Всем пока. Покажите свои права. Теперь все говорите «пока». Все Борисы говорите «пока». Ты поворачиваешь, а мы такие «пока». У нас не сформировавшаяся группировка, поэтому... Пока! А вон вас ждут, а уезжают. Че там, бобик, рифмичка? Можете прокоммеровать 10 секунд, пожалуйста. Хорошо. А вы сетеваетесь сейчас? Ну давай, 10 секунд. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Настя Дифферент» в Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Настя Дифферент». Спасибо! Не за что.